здравствуйте уважаемые поступающие их родители сегодняшнюю видео мы хотели бы рассказать о основных изменениях правилах приема на 2021 2022 учебный год для начала я скажу что в университете сменились секретари приемных комиссий и секретарем приемной комиссии по программам бакалавриат специалитета и магистратуры будет являться елена владимировна именова а я олег игоревич долгов был ответственным секретарем приемной комиссии 5 лет пока действовали старые правила приема 2020 года у нас существуют новые правила приема которые будут реализованы первый раз в эту приемную кампанию и соответствии с приказами на барнауки 1076 университете подготовлены изменения в университетские правила приема основными из которых я хочу вас познакомить эту презентацию мы подготовили с вместе с еленой владимировной и возможно она даст вам лучшее понимание процесса поступления в наш университет в этом году первое что стоит озвучить это то что к основным способом подачи таким как личное и через доверенное лицо и операторами почтовой связи то есть почта или курьерские службы добавляется обязательная электронная подача документов через систему организации это нововведение которое продиктовано прошлым годом то есть пандемии когда каждый поступающий мог отправить вуз скан или фотографию документов и при правильном заполнении они могли быть вузом приняты вас допускали конкурсу с этого года министерство образования сделала этот формат подачи документов вуз обязательным но стоит отметить две вещи первое подача заявления о приеме может быть в электронном виде но для зачисления поступающие предоставляют оригинал документа об образовании так что вы можете подать документы действительно электронно но свой аттестат или диплом вы должны предоставить в вуз в оригинальном виде потом в рамках приемной кампании до часа и даты определенных календарем приемной кампании об этом мы поговорим позже и второе если в прошлом году электронная подача документов была единственным вариантом подачи документов и министерство образования просила снисходительно относиться к низкому качеству предоставляемых скан копий или фотографий то в этом году мы будем придерживаться правил и не принимать низкокачественные сканы и фотографии потому что если у вас нет возможности сделать хороший скан или хорошо качественно сфотографировать ваши документы то вам нужно будет воспользоваться другими возможными способами подачи операторами почтовой связи личной или через доверенное лицо с единым порталом государственных и муниципальных услуг наш вуз пока не имеет возможности сотрудничать потому что пока этот портал работает в тестовом режиме и у него нет возможности а качественного отслеживания и формирования конкурсных списков ежедневного ежечасного их обновления для лиц поступающих по льготе это квота 10 процентов сироты инвалиды для целевого приема и для поступающих в рамках особых прав то есть вступающих без вступительных испытаний по олимпиаде поэтому так как нашем вузе 70 80 процентов бюджетных мест составляют льготные категории граждан нам удобнее работать со своей системой пока что также обращаем ваше внимание что в наших правилах приема уточнено определение термина подачи документов чтобы у вас не было домыслов о том что регистрация в системе это подача документов в пункте 3.2 прописано что регистрация в системе вуза не является подачей документов подачи документов вуз является предоставление приемной комиссии правильно заполненного подписанного заявления о приеме с приложением необходимых документов то есть это копия или оригинал документа об образовании и копия документа удостоверяющего личность плюс пакет документов подтверждающий ваши индивидуальные достижения если они есть до этого момента некоторые поступающие настаивали что процесс регистрации в системе то есть заполнение данных на сайте вуза это есть подача документов нет дело в том что мы не можем вывесить на сайте заявление о приеме пустое для вашего заполнения потому что по опыту других вузов вы заполняете эти заявления на 80 процентов неправильно вы указываете не те конкурсы вы указываете целевой конкурс не прилагает целевое вы указываете контрактный конкурс не предоставляя договора вы указываете баллы за индивидуальные достижения которых не имеете такие заявления приеме вуз должен забраковать отказать вам в подаче и вы будете переписывать это заявление до тех пор пока у вас не получится правильно это долгий путь и такой путь мы уже проходили поэтому в нашем вузе система подачи документов реализуется следующим образом сначала вы регистрируетесь в системе вуза вводите туда в личном кабинете данные паспорта аттестаты указываете свои конкурсы индивидуальные достижения и затем вы либо приезжаете к нам вуз по записи в очереди в приемную комиссию мы здесь на месте проверяем правильность ваших конкурсов если все правильно мы распечатываем правильное заявление и вы его здесь подписываете и мы принимаем это ваше заявление это и есть подача документов в вуз или вы сообщаете приемной комиссии о том что вы будете подавать документы дистанционно в электронном виде или почты бумажном носителе и приемная комиссия берет на себя обязательство проверить правильность ваших заполненных данных если вы укажете какие-то индивидуальные достижения чаще всего это какие-то олимпиады которых у вас нет вам будут исправлены ошибки или указано на то что вы указывать заявление о приеме несуществующих достижений или несуществующих документов дающих право на какие-то конкурсы целевой или квота и с предложением исправить ошибки и вы будете предоставлять документы на проверку нам повторно пока вы не заполните правильно заявление о приеме если проверка покажет что вы правильно заполнили документы то тогда вам разрешат дома напечатать заявление о согласии о приеме если вы не можете приехать подписать его и послать нам приемная комиссия посмотрит на ваше распечатанное заявление о приеме и только этот момент является подачей документов университета то есть регистрация в системе не является подачей документов вуз загрузка в нее данных сканов паспорта аттестата для проверки не является подачей документов в университет с этого года к основному пакету документов которые составлял в нашем вузе заявление о приеме и анкета министерство образования обязала предоставлять дополнительный документ это согласие на обработку персональных данных раньше эта строчка входила в заявление о приеме но сейчас эти документы вынесены в отдельный скажем так документ и таким образом в наш университет минимальный комплект документов будет включать заявление анкета которая будет содержаться в одном excel файле вместе с заявлением они заполняются автоматически на основании данных которые вы заполнили в личном кабинете и видимо на третьей вкладке у нас появится заявление на согласие на обработку персональных данных если вы имеете какие-то индивидуальные достижения или льготы мы об этом поговорим позже знака того допустим или волонтерскую книжку вы также предоставляете скан копии или копии на бумаге документов подтверждающие льготы или индивидуальные достижения чернобыльские удостоверения целевые сиротства инвалидность и прочее если вы помимо всего прочего также планируете участвовать в конкурсе на платное обучение то потом вы к этому предоставлять еще договор на контракт договор на контракт у вас будут скачиваться также автоматически при указании соответствующих конкурсов заявлений вы все это увидите в инструкции по заполнению документов таким образом если у кого-то нет льгот и не планируется контрактного обучения пакет документов будет составлять заявление о приеме анкету и согласие на обработку данных три подписанной бумаги которым вы прилагаете ксерокопию аттестата и ксерокопию паспорта после этого вы считаетесь человеком который подал документы вуз у вас появляется номер личного дела индивидуальный код затем уже в рамках зачисления во время начала конкурса вы будете к этому пакету документов доносить заявление о согласии на зачисление на один из конкурсов это все было раньше это существует уже года четыре и оригинал документа об образовании тут ничего нового нет в этой части изменяется только то что заявление о согласии на обработку персональных данных вынесена в отдельные документы количество бюджетных мест в нашем вузе было увеличено на лечебное дело теперь 400 мест на спортивную медицину 40 то есть всего на лечебный факультет 440 мест на педиатрический 65 на стоматологию 168 таким образом мест на общий конкурс пока мы не знаем сколько будет это будет зависеть от того сколько нам министерство утвердит целевых целевых и это происходит обычно в конце мая в начале июня как только эти данные придут на сайте обновится таблица и будет расчетная примерная величина сколько из этого всего останется мест на общий конкурс количество специальности новый приказ по приему утверждает количество специальностей возможных это 10 раньше было 3 на 3 специальности только мог подать поступающие документы не путайте это с программами образования то есть лечебное дело это специальности у нас есть лечебное дело лечебное дело спортивная медицина эта программа внутри одной специальности таким образом у нас вузе всего 6 специальностей поэтому фактически в нашем вузе количество специальностей не ограничено для поступающих на первый курс единственное что внутри каждой специальности вы можете еще добавить конкурс это просто бюджет общего конкурса контрактный конкурс если у вас есть целевое направление еще и целевой конкурс и все равно это будет считаться одной специальности то есть у вас может быть конкурс лечебное дело общий конкурс лечебное дело контракт лечебное дело целевой три строчки в основном заявлений и все равно это будет одна специальность по некоторым специальностям таким как адаптивная физическая культуры нет бюджетных мест, по некоторым нет целевых, но ваше заявление может включать больше 10 строчек, главное, чтобы количество специальностей не было превышено. За индивидуальное достижение, как вы знаете, начисляются баллы не больше 10, они добавляются к сумме ваших наступительных испытаний, это ЕГЭ или внутренние испытания, проводимые в ВУЗе, и с этого года в части изменений за золотой знак ГТО дается 2 балла, раньше был один в нашем ВУЗе, и за волонтерскую деятельность, если раньше мы не давали баллы, учитывали это просто при прочих равных, потому что у всех были очень разные документы, это было сложно ранжировать и оценить, то сейчас за волонтерство будет даваться 5 баллов, но при наличии волонтерской книжки и 200 подтвержденных часов работы. обратите внимание, что 200 часов работы будет вам давать 5 баллов, то есть это максимум. 400 часов работы не будет давать вам 10 баллов, 199 часов вам не будет давать никаких баллов, 5 баллов за 200 часов и более работы. И также одним из основных изменений приказа министерства является то, что запрещено начислять баллы за другие индивидуальные достижения, то есть раньше можно было поступающим в некоторых ВУЗах сделать селфи, отметить хэштегом свой ВУЗ будущее, и за это начисляли баллы, что выглядит достаточно сомнительно, но с этого года запретили это делать. Таким образом, к сожалению, Олимпиады, которые сейчас проводятся ВУЗом по биологии и химии и по ориентационной направленности и другие, не могут быть учтены в баллах в нашем ВУЗе, а могут быть учтены в баллах только Олимпиады, которые входят в Российский Совет Олимпиад школьников, которые имеют уровни первое, второе, третье, и мы будем стараться наши Олимпиады привести в соответствие третьему или второму уровню, а может быть и первому в будущем. Это будет касаться уже не этого приемного года. Что касается сроков приема документов и зачисления, для общего конкурса оставлен один этап до заполнения 100 процентов мест. На самом деле мы возвращаемся к системе, которая существовала до 2014 года. Я ее застал еще, когда был заместителем ответственного секретаря. И сейчас ВУЗ не должен оставлять обязательных 20 процентов мест на второй этап, как это было раньше. Таким образом, сначала до 24 июля все будут подавать заявление о приеме. Далее с 28, 29 июля и 30 будет длиться приоритетный этап зачисления. Это для льготных категорий граждан. Потом с 31 июля по 5 августа будет проводиться основной этап общего конкурса и заполнятся все места. И если вдруг кто-то 6 и 7 августа решит отчислиться из ВУЗа или на какой-то конкурс будет недобор, свободные места, и кто-то изъявит желание донести к имеющемуся пакету документов заявление о согласии на зачисление и аттестат, то тогда будет произведен дополнительный набор. Но 8 августа это будет последняя дата, когда будет происходить зачисление. Наша приемная комиссия работает до 8 августа, это воскресенье, и далее зачислять никого не будет. То есть дополнительный набор, последняя дата это 8 августа. Если вам кто-то будет говорить, что в конце августа будет еще добор, то это мошенники. Не верьте им, приемная комиссия просто приказом не существует и не может выпускать приказы о зачислении. 10 августа она будет трансформирована. На сайте представлен календарь приемной кампании. Обратите внимание, он достаточно понятный. Как им пользоваться? Это начало приема документов для иностранцев, это 1 июня. Для всех остальных целевых лиц, поступающих в магистратуру и общий конкурс бюджет-контракт это 19 июля. У выпускников этого года пока у вас не будет аттестатов, но это даты, касающиеся выпускников прошлых лет. Лица, которые поступают по внутренним испытаниям, которые проводятся университетом самостоятельно, они подают документы, то есть заявление о приеме до 14.00 10 июля. Я еще раз обращаю внимание, что в 2 часа дня 10 июля в приемную комиссию должно поступить ваше подписанное заявление о приеме, правильно заполненное. Вы не регистрируетесь в системе до 2 часов, а предоставляете заявление о приеме. Если вы не предоставите заявление о приеме к этой дате, то вас не примут документы ВОЗ. Если вы в 13.59 зарегистрируетесь в системе и отправите документы на проверку только, их проверят, но заявление о приеме вы предоставите уже после 14.00 и вам будет отказано, потому что регистрация в системе и отправление данных на проверку не является подачей документов ВОЗ. Пожалуйста, делайте все заранее, дня за три, за четыре. Для тех, кто поступает по результатам ЕГЭ, последняя дата это 24 июля 18.00. И далее начинается уже конкурс и зачисление. Для льготников это с 28 июля до 28 июля, до 18.00 мы ждем аттестаты и согласие на зачисление. 29 июля на проверку дается, 30 июля будет приказ о зачислении на приоритетном этапе. Далее до 3 августа до 18.00 мы ждем заявление о согласии на зачисление и оригинал документов образования тех, кто хочет участвовать на основном этапе и до заполнения 100% мест. 4 августа дается день на проверку и 5 августа дается день на издание приказов. На этом прием заканчивается. Если вдруг кто-то откажется от зачисления, то 6 и 7 августа до 18.00 мы будем добирать аттестаты и заявления о согласии и 8 августа будет выпущен еще один приказ. На этом приемная комиссия закончится. Еще одним очень важным изменением является то, что в конкурсных списках нельзя будет отображать фамилию, имя, отчество поступающих. Вместо этого будет отражаться или снился, или код поступающего при отсутствии снился. Таким образом, примерно так будет выглядеть конкурсный список. Вместо фамилии, имен и отчества здесь будут коды. Это требования министерства для безопасности поступающих. И те, кто в итоге будет доносить согласие на зачисление и аттестат, они будут занимать имеющиеся места на факультете. Это отдельная тема для разговора. Все будут ранжированы в одном списке по убыванию баллов ЕГЭ. И вы будете четко видеть, что вот этот человек не идет на зачисление, потому что он не предоставил аттестат и не предоставил согласие на этот факультет. А вот этот идет, потому что он предоставил документы в образовании, оригинал и согласие на зачисление. А вот этот человек не проходит, потому что он сдал подлинник, но он не сдал заявление о согласии на зачисление. То есть эти два документа идут рядом. Видимо, этот человек или ждет еще, или сдал согласие на зачисление на другой факультет. Допустим, на стомат или на педиатрию. И в последнем слайде хочется кратко коснуться изменений важных, но они касаются только отдельных категорий граждан. При поступлении граждан из Республики Беларусь с этого года могут быть учтены в качестве вступительных испытаний результат их централизованного тестирования. То есть граждане Республики Беларусь, если вы сдали биологию, химию или математику, вы можете предоставить эти результаты к нам в ВОЗ и мы их учтем в качестве вступительных испытаний. Соответственно, если у вас есть результат централизованного тестирования по русскому языку, то его тоже должны учесть. Если вы являетесь гражданином Республики Беларусь, то в целом, как иностранец, вы имеете право, как и все иностранцы, сдавать внутренние испытания в ВУЗе. Поэтому и наряду с этим сдавать ЕГЭ. То есть вы можете сдать и российское ЕГЭ, и предоставить свое ЦТ, и сдать еще экзамены в ВУЗе как иностранец. Что касается лиц, которые имеют право сдавать внутренние испытания в ВУЗе. Как правило, это лица, которые имеют профессиональное образование, это колледж или высшее учебное заведение оконченное, и инвалиды. Если раньше вы, заявляясь на внутренние испытания, отказывались от результатов своих ЕГЭ, если у вас был результат ЕГЭ, то с этого года Министерство образования ввело нововведение, которое гласит, что вы можете, даже имея результаты ЕГЭ, сдавать внутренние испытания и потом выбирать из этих двух предметов наибольших. То есть не то, что выбирать, мы вам обязаны будем зачестить наивысшую оценку. То есть если у вас имеется 70 баллов по ЕГЭ по какому-то предмету, и вы получили 50 на внутренних испытаниях в ВУЗе, то мы все равно вам учтем 70 за ЕГЭ. Если у вас было 70 по ЕГЭ, а в ВУЗе вы набрали 75, то у вас будет учтено 75 баллов. То есть максимальная оценка из полученных результатов. Я повторюсь, это не касается обычных школьников, это касается только лиц, которые имеют право сдавать внутренние испытания в ВУЗе. Третье, важный момент, который касается иностранных граждан, а точнее граждан, которые поступают на медицинский факультет иностранных студентов. Задача факультета иностранных студентов в том, чтобы максимально охватить разные страны, которые будут учиться у нас в ВУЗе. То есть этот факультет был создан для того, чтобы максимальное количество иностранцев, граждан из наиболее разных стран обучалось на этом факультете. Если бы ВУЗ хотел набирать просто людей по ранжированию баллов ЕГЭ, то эти места были бы отданы просто на платное обучение для россиян. Но по каким-то причинам ВУЗ имеет иностранный факультет. И с этого года вводится нововведение. Для каждой страны будет установлена единая пороговая квота при зачислении по общему конкурсу, чтобы не допускать случаев, когда представители из какой-то одной страны занимают 90% мест на факультете. Еще раз повторюсь, задача ВУЗа – охватить как можно большее количество стран. Таким образом, на первом этапе зачисления будет система, которая будет регулировать количество лиц, поступающих от каждой страны. И если, к примеру, у нас будет 100 мест, то на первом этапе не может зачислиться 25 человек из одной страны. То есть их зачислиться все равно 20, даже если у 21, 22, 23 будут сумма баллов за ступительные испытания больше, чем у граждан других стран. Я надеюсь, это понятно. И только при наличии нереализованных мест после издания приказа 5 августа, если останутся места, то все остальные граждане, которые не поступили, они уже будут формироваться в одном общем списке по убыванию баллов ЕГЭ и зачисляться без учета этой квоты. Я еще раз повторюсь, для иностранцев это очень важно. Здесь преследуется университетам цель вне зависимости от всего научить и отправить обратно хороших врачей в как можно большее количество стран, разных стран. Следующие экзамены могут быть переведены в дистанционный формат по рекомендации Роспотребнадзора, если будут закрыты внутренние и внешние границы. Мы готовы к тому, что могут быть закрыты границы, но обращаем ваше внимание. И по просьбе нового ответственного секретаря Елены Владимировны я обращаюсь к тем, кто будет поступать. Если границы будут открыты, то вы должны будете приехать на экзамен лично. Дистанционный формат экзаменов, он несовершенен, мягко скажем. Поэтому если откроются в мае и в июне границы, то все, кто хочет поступать к нам в ВУЗ, будут приезжать лично и задавать экзамены в ВУЗе, как и положено. Далее. Лица, окончившие школу за рубежом, могут сдавать, то есть это граждане России, внутренние испытания в ВУЗе, если они не сдавали ЕГЭ в 2021, то есть в 2020 году. Раньше эти лица имели право сдать экзамен в ВУЗе только в год выпуска. Но сейчас, если вы окончили школу в 2019 году, где-нибудь в Израиле, в любой другой стране мира, в Америке, в Таиланде, вы можете все равно записаться на наши внутренние экзамены. Я говорю сейчас про россиян, которые окончили школу за рубежом. Но если вы сдали ЕГЭ в 2021 году или 2020, по этому предмету вы не можете уже в ВУЗе сдать внутренний экзамен по старинке. Устраняется срок действия для Олимпиад школьников. Раньше это было 4 года, но, честно говоря, я не помню таких людей, которые бы приходили через 5 лет после сдачи Олимпиады, и просили ее учесть. И подавать документы теперь можно также и по заграничному паспорту при отсутствии, видимо, паспорта внутреннего. Раньше у нас были проблемы с гражданами из стран, которые имеют российское гражданство. Это Приднестровье, Абхазия, ДНР, ЛНР и прочие страны, которые позволяют и гражданам иметь российское гражданство, и у этих граждан имеется загранпаспорт, но нет внутреннего паспорта России. И если раньше заграничный паспорт удостоверял вашу личность только за пределами Российской Федерации, и вы не могли подать документы с ним в ВУЗ, я беру год до пандемии, то есть вы, приезжая в ВУЗ, не могли предоставить документ, который удостоверяет вашу личность на территории Российской Федерации, потому что загранпаспорт удостоверяет вашу личность только за пределами Российской Федерации, то с этого года Министерство образования разрешило подавать документы также и по заграничному паспорту. И не забывайте, что вы должны предоставить нам тот документ, на котором вы сдавали ЕГЭ. Если вы нам предоставите внутренний паспорт, а сдавали ЕГЭ вы на загранпаспорте, вы обязаны нам об этом сообщить. Ближе к дню открытых дверей будет, видимо, обновлена эта презентация. День открытых дверей будет в мае. А пока всем удачи в поступлении и до свидания.